Незаконно расклеенная реклама везде. На опорах освещения, остановках, фасадах домов. Объявления купли-продажи, товаров и услуг, рекламный мусор, убирать которые в ведомстве специального управления администрации. Специалисты патрулируют город и сдирают расклейку. Теми или иными гражданами изображены отдельные фасады, подъезды. То есть, я говорю, у людей только негативная реакция на такие правонарушения. Я сомневаюсь, что какая-то большая отдача для потенциального потребителя имеет вот эта вот санкционированная реклама. Макулатуру собирают и вносят номера телефонов с объявлений в список автодозвона. На сегодняшний день в перечне больше ста номеров. Приятный голос в автоответчике погрозит нарушителям и расскажет предприимчивым Иванусам, что расклеивать объявления можно только на специальных стойках. Администрация города доводит до вашего сведения, что вами нарушен пункт 3.3 положение об установке рекламных конструкций на территории муниципального образования городской округ Иваново. Вам необходимо в кратчайшие сроки устранить выявленные нарушения и сообщить об этом в управлении по делам наружной рекламы, информации и оформлении города. Телефонный обзвон, как правило, производит впечатление только на частных лиц. Тех, кто расклейкой занимается непрофессионально и с тонкостями законодательства, не знаком. Сдают гараж в аренду, там еще какие-то такие более мелкие. Они, конечно, об этом просто не знают и они все сразу же практически снимают. А какие-то крупные компании, к которым мы неоднократно уже обращаемся, они никак не реагируют на наши такие автодозвоны. Рекламных рецидивистов не проймешь призывами к совести. Да и административные санкции к ним применить сложно. Если владельца или директора компании, лицо юридическое, поймают на расклейке, он получит до 600 тысяч штрафа. Но это маловероятно. Больше похож на правду штраф в 5 тысяч со школьника или студента, который расклейкой зарабатывает. Такой пробел в законодательстве. Мария Авдеева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.